Сегодня в программе вы увидите Как феникс возрождающийся из пепла Известная, но забытая порода Строгие правила для капризных собак Пушистые колобочки в теплые заботливые руки Здравствуйте, друзья! Это программа «Домашний зоопарк» Краса и гордость России – восточные европейские овчарки Это универсальные служебные собаки Поэтому занятия с ними – это не праздное дело, а необходимость, убеждены специалисты Именно поэтому сегодня мы побываем на настоящем тренировочном комплексе И познакомимся с главными овчарками Советского Союза Восточноевропейская овчарка – вастарь, восточник, вео Это крупное атлетического телосложения собака С немного растянутым корпусом и хорошо развитым костюком Высота в холке может достигать 70 сантиметров Кобели обычно выглядят внушительнее Сильнее, у них более крупная голова и развитая грудь Шерсть у вастарей грубая, с плотным подшерстком Окрас черный, черный с подпаленными, зонарно-рыжий, зонарно-серый Чепрачный с подпаленными, различных цветов от серого до ярко-рыжего Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы находимся на дрессировочной площадке Где есть все необходимые сооружения Барьер, бум, окоп Здесь занимается одновременно около пяти собак Под руководством Надежды Шубаровой Здравствуйте, Надежда Здравствуйте Отвлекаем вас от вашего дрессировочного важного процесса Но хочется очень разобраться, что за порода такая восточноевропейская овчарка Чем гордится Россия? Да, кстати, это наша порода отечественная То есть сначала забытая, сейчас уже опять восстанавливается Порода очень крупная, то есть отличается ростом большим и рабочими качествами То есть достаточно спокойная собака Собака в основном по психике, скажем так, сангвиник То есть то, что нужно не только для работы, но и для жизни в доме То есть собака настоящий компаньон В мире насчитывается более 400 пород собак Какие-то породы незаметно вырождаются и исчезают Им на смену приходят другие, более современные, отвечающие современным взглядам и потребностям человека А есть породы, которые, побывав, казалось бы, на грани исчезновения, вновь возрождаются Как феникс, возрождающийся из пепла К таким породам относят восточноевропейскую овчарку Вео является отечественным типом немецкой овчарки После окончания Великой Отечественной войны Вео стало чуть ли не синонимом репрессии Лагеря овчарки, овчарки лагеря Забылись служебные навыки Первый стандарт был утвержден Министерством сельского хозяйства СССР в 1964 году Затем в 1976 году пересмотрен А как только в 1991 году для немецкой овчарки был принят международный стандарт номер 166 Вео оказалось за бортом И по сей день не признанный Международной кинологической ассоциацией Собаки достаточно злобные Соответственно, рабочие Суки, в принципе, лучше подаются, можно сказать, дрессировке Они более контактные У них меньше проблем, скажем так, по сторонам понюхать, побегать Что-то там посмотреть, какие-то метки То есть они более, конечно, зациклены на хозяина Но все зависит от хозяина Еще очень много Во-первых, контакт с собакой он должен иметь хороший Во-вторых, он должен, во-первых, понимать, что собака хочет И, соответственно, дрессировать ее из этих, скажем так, мотиваций Очень любит гладить Чтобы его гладили, сразу припипает Он очень ласковый, на нас очень отзывчив Я ее давно люблю Она самая классная порода Потому что русская порода Потому что наша российская порода Потому что, ну, потому что и спокойная И, как... Ну, меня устраивает по-вторых И работает, и спокойно, и охраняет из детей То есть ее дома не видно, не слышно вообще Ее зовут Вео Виват, умница моя Так, подословно, прямо и написано Так что реально умница Собака всего год, вот буквально месяц назад будет Подрастет немножко Мы на ней, как бы, соревнования путем На лыжах катаемся На лыжах катаемся На учебнике с самого детства На ней катаемся Слушайте, а лапу подает? Лапу? Я, слушай, не заморачиваюсь по этому вопросу Уже дает? Я думаю, очень умная собака А с какого возраста вот у вас начинают дрессировать? Дрессироваться начинают с молодых когтей, скажем так, да? Поставили прививки Если тепло, где-то с 4 месяцев Мы берем лакомства, игрушки И начинаем просто играть с собаками В процессе игры мы вырабатываем Какие-то определенные навыки Хозяева, конечно, не зная об этом У нас люди еще не так образованы В плане собаководства, да? Они приходят уже после 6 месяцев Это ошибка, конечно Да, это ошибка Во-первых, с собакой уже физически невозможно Некоторым справиться То есть, если такую собаку в 6 месяцев привезти Она уже практически большая взрослая собака На вид Тем более, если она не воспитана изначально Слушайте, ну если, наверное, учитывая данные восточника Да еще и правильно воспитать То действительно получится такое кладезь Сокровище Друзья, другие интересные факты Об этой пародии и новости из мира животных Вы узнаете далее в рубрике ТОП Ньюс Смотрим На параде Победы в 45-м По праву маршировала целая колонна собак-миноискателей В Великой Отечественной войне Участие приняли свыше 60 тысяч псов На их боевом счету Более 300 подбитых танков противника И 200 тысяч доставленных донесений Пес Джульбар стал настоящей собакой-легендой Он участвовал в разминировании дворцов над Дунаем Замков Праги и соборов Вены В конце войны Джульбарс был ранен И не смог самостоятельно участвовать в параде Тогда сам Иосиф Сталин Приказал нести героя по Красной площади На своем кителе И к новостям На Олимпийских играх в Сочи У спортсменов-лыжников появился помощник Пес Он активно бегал по трассе И поддерживал всех участников гонки своим задорным лаем Сотрудники службы безопасности Не только не прогнали ярого болельщика А напротив с любопытством наблюдали за происходящим Личность пса так и не удалось остановить И о событиях в Улан-Удэ 2 марта, в день празднования широкой масленицы Любители северных ездовых собак Соберутся на верхней березовке На поляне и напротив Оранж-хауса Всех горожан приглашают на праздник снежных простор Хаски, самоеды и свежий воздух Все желающие смогут пообщаться с пушистыми героями И даже прокатиться с ветерком на нартах Итак, насколько я успела уже узнать Вы по основной своей профессии, вы дрессировщик Да Вы преподаете даже, насколько я знаю Инструктор дрессировщика преподаю, да Вот мы сейчас с вами в таком учебном классе Несколько в таких походных условиях У нас замечательный представитель Арти И вот хочется поговорить об этой породе Об истории ее, да Насколько я знаю, что у них была непростая такая судьба Да, судьба у этой породы непростая Дело в том, что породу создали, начали, скажем так, создавать После 20-х годов, когда трофейные собаки появились у нас Появились собаки и нам нужны были собственные овчарки Там был заказ уже, заказ, скажем так, Сталина вместе с восточноевропейской овчаркой У нас был заказ и на черного терьера И московский долг в то время был Ну, восточноевропейская овчарка Собака должна быть крупная, мощная, выносливая Да, 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 и неприхотливая Естественно, неприхотливая Поскольку у нас в России огромное количество климатических условий Конечно Это одно, но в основном это должна была быть служебная собака С хорошими охранными качествами Ну, а чем немцы тогда не угодили нам? Нам они, наверное, показались мелковаты Это во-первых Во-вторых, нам нужна была советская своя овчарка Поэтому в кровях, скажем так, на тот момент В крови немецкой овчарки добавляли и догов И среднезиадских овчарок Как нам гласит история Вот, и лайки туда для выносливости добавлялись Северные Ну, вот, получилась такая собака Восточноевропейская овчарка неприхотлива Но идеальным вариантом для ее содержания станет частный дом При этом ее нельзя безотлучно сажать на цепь Иначе вы рискуете получить опасную и неуправляемую собаку Если вы собираетесь поселить пса в квартире Не забудьте выгуливать собаку минимум два раза в день Когда вот произошла эта вся перестройка проходила Когда все импортное стало модным И люди начали отдавать предпочтение не нашим советским породам Для восточноевропейской овчарки это был кризисный момент То есть она стала модным заводить немецкую овчарку Что-то экзотическое, не наше, соответственно, немцы Да, немцы То есть я сама в свое время тоже перекинулась на немцев То есть я брала немцев, занималась с немцами Но потом как-то вот опять меня потянула на круги своя Мне, лично мне, больше эта собака нравится, чем немецкая овчарка Самое главное, что они отличаются, это вот суперактивностью своей И в отличие от восточников, то есть, скажем так, более кипишные То есть, ну вот на данный момент такая вот порода сложилась Смотрите, русский человек, он отличается такой широтой души своей, добротой Можно сказать, что восточники это тоже вот такие вот добрые, открытые собаки Да, то есть как раз вот, как раз, что вы сейчас сказали Широта души, доброта, некоторая даже какая-то вот такая беспечность Отражена в восточноевропейских овчарках, да То есть они наша, скажем так, копия То есть, если говорить о немцах, они просто выполняют поставленные перед ним задачи То есть такие исполнители Да, исполнители Ну, немцы А восточноевропейские овчарки, это достаточно думающие собаки Они могут, некоторые могут, если хозяин недостаточно настойчив, они вот решают, что, пожалуй, я сделаю так Друзья, а если вы хотите, чтобы ваш питомец вас понимал, тогда очередной урок воспитания собак для вас рубрика «Дрессировка» Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня продолжаем занятие по способам дрессировки И поговорим сегодня о таком способе, как оборонительный способ поведения Дело в том, что иногда необходимо заставить собаку выполнять какие-то действия, которые она делать не хочет Например, ваша собака выскакивает в калитку или все подбирает с земли Тогда мы используем такое приспособление, которое называется строгий ошейник Я модернизировала строгий ошейник, убрала цепочку, оставив только два кольца, за которые я буду цеплять свой поводочек Дело в том, что ошейник подгоняется точно под собаку Ошейник должен одеваться под шею собаки непосредственно под уши Чтобы ошейник, при том, как он будет застегнут, никуда не падал и не сваливался с собаки Вот таким образом одевается строгий ошейник Ошейник не должен висеть на собаке, как ожерелье Если вы хотите предотвратить какое-то действие, которое не нравится вам Например, подбирать корм с земли или выходить за калитку без вашего разрешения Вы должны одеть или веревочку, или поводок, разложив предварительно корм или открыв калитку И когда собачка попытается взять корм или выскочить в калитку Вы должны дать запрещающую команду и затем отдернуть собачку за ошейник Не используйте строгий ошейник в повседневной жизни для прогулок, игры с собаками Он необходим только для того, чтобы отучить собаку прекращать нежелательные действия Занимайтесь собакой и получайте удовольствие! Гуляй! Защитник и сторожа Это несколько разные понятия Если у нас сторожа, это среднеазиатские овчарки Восточноевропейские тоже туда входят Кавказские овчарки А непосредственно защиты немецкие овчарки Доберманы, ротвеллеры Защитниками могут такие универсальные собаки быть Скажем так, если говорить именно о породе восточноевропейская овчарка Она может как быть сторожем, так быть и защитником То есть универсально Универсально У нас восточников раньше использовали достаточно широко В том числе они сидели на охране объектов На постах, на блокпостах Ходили по следу Работали в милиции То есть собака универсальная Бограничники Да, конечно Это была одна из их работ настоящих Образ бесстрашной и преданной собаки Незаменимого помощника Лег в основу известного фильма «Ко мне Мухтар» Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь Выручает лейтенанта Глазычева в опаснейших ситуациях Которые чуть ли не каждый день готовит им нелегкая служба Прототипом Мухтара стал героический пес по кличке Султан А Юрий Никулин готовился к съемкам так Будто ему действительно предстояло стать работником правоохранительных органов Фильм был создан на студии Мосфильм в 1964 году И имел большой успех Ну запах от этих собак Вот я сейчас все равно сижу и чувствую, что Он пока не высохнет, он будет пахнуть А, то есть когда мокрая шерсть Да, мокрая шерсть, она, конечно, пахнет Вы можете по приходу домой его протереть тряпочкой Почесать Разговорчивый какой Собаку нужно обязательно ежедневно желательно чесать Чтобы убирать вот этот вот отмерший волос Пух ненужный, да Все равно он, конечно, дома есть Но как-то, я думаю, владельцев этих собак при их достоинствах Это не пугает Так как это крупная собака, конечно, нужно обязательно смотреть за конечностями, за лапами, за правильным ростом собаки Если это сухой корм, то, естественно, нужно подбирать его под крупных собак Для крупных собак Если кормить натуральной пищей, конечно, это достаточно большое количество мяса должно быть определенное Плюс добавки, некоторым даже добавки с хондопротекторами Ясно, а это что такое? Препараты для укрепления суставов и костей Все понятно Друзья, если и вы хотите иметь такого же верного друга, тогда прямо сейчас рубрика «Ищу друга» Смотрим Хотелось бы презентовать действительно вот этих вот красоточек двух Это две девочки Ну, они, естественно, от разных мам и пап Как видно сразу, что это родители были другого окраса и другого размера Где-то девушка вырастет, будет размер где-то среднего А вот эта кудряшка у нас, как овечка Это дар будет покрупнее, судя по лапкам Лапки у нее, вон, какие мощные Ну, вот эта меховая шубка даст возможности жить и в доме, внутри в помещении И также в альере на улице В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке Есть по 200 грамм взрывчатки или даже поукило Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать А иначе он взорвется, но рах-бабах, нет его Каждый новенький ребенок вылетает из пеленок И теряется повсюду и находится везде Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится Если что-нибудь на свете вдруг случится без него Ну, а вообще очень общительные щеночки, ласковые, веселые Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, нашелся для них добрый хозяин Который смог их правильно воспитать Ну и чтобы они были полноправным членом какой-то семьи Друзья, если вам понравился наш сегодняшний герой Звоните по телефону прямо сейчас Надежда, а я все-таки хочу добиться правды И понимания, чем все-таки немцы отличаются от восточноевропейских Теперь уже, наверное, внешне Вот на примере Арти давайте рассмотрим Отличие от собаки, это его размер и длина То есть собака квадратного формата Достаточно удлиненная, растянутого формата И, в отличие от немцев, спина прямая у этой собаки То есть форматом и спиной собака отличается однозначно А вот у них такой бугорок на носу Это породная или... Да, это породная Это считается породным признаком и желательно Особенно у щенков То есть некоторые говорят, что как бы это возможно от немцев Но как-то вот у немцев такого сильно не наблюдается Надежда, давайте отпустим уже Арти Он уже не может без своей хозяйки Иди То есть рост у этих собак достаточно крупный Поэтому человек, как минимум, должен уметь справиться с этой собакой То есть физически он должен быть сильным? Физически, да То есть ребенку завести такую собаку он нет? Да, нет, конечно То есть ребенку такую собаку лучше всего только под присмотром взрослых Характер достаточно такой лояльный у них и мягкий Но они могут быть злыми? То есть это может быть... Конечно, конечно Эти собаки не то что могут быть Они, в общем-то, и должны быть Это охранники собаки Они, конечно, могут быть Если работать особенно целенаправленно на охрану То они, собаки, достаточно серьезные Ну, что почему я спросила От сегодняшней нашей встречи, от сегодняшнего знакомства У меня такое впечатление осталось, что это абсолютно такие, знаете, добряки Которые вообще не способны покусать, облаять Ну, просто собаки адекватные Порода известна и давно уже Просто какой-то был период у нее не очень хороший Ну, согласитесь, это грустно Это грустно, это очень грустно Что вот такая порода остается в тени Но, тем не менее, достаточно много представителей сейчас сохранилось Еще и даже чистых кровей, когда не подмешивались немцы Вот у нас, я могу сказать, что в Череповце сохранилась, можно сказать, такая ячейка Восточноевропейских овчарок Можно сказать, и в Питере есть некоторые собаки, да, во Владивостоке, в Красноярске То есть вот такие вот центры, где можно наблюдать достаточно хороших породистых животных Ну, Улан-Удэя имеет шансы занять место среди этих городов названных? Это, наверное, нам предстоит долгая и трудоемкая работа Потому что мы собак пока что завозим только лишь Своих мы потеряли уже давным-давно Или они сидят по дворам, по цепям В общем-то, на цепях сидят хорошие собаки Но их не пустишь в разведение Так как просто у них нет даже документов Ну, я думаю, с вашим настроем и с настроем вашей команды, с которой мы сегодня познакомились Я думаю, Восточноевропейских овчарок ждет, ну, хорошее будущее Хотелось бы надеяться Да, нуждаю вам успехов и удачи Друзья, ну а прямо сейчас очередное смешное видео в рубрике «Настоящий талант» Смотрим! Налицо навыки не то лыжника, не то сноубордиста Главное поймать равновесие Возможно, наши герои идут в ногу со временем Именно так решили поддержать спортсмена в Сочи А возможно, они просто вспомнили, что они горные Современный азербайджанский писатель и журналист Эльчин Саферли в одном из своих произведений отметил У людей и у собак одно желание – быть любимыми Любите в братьях своих меньших На сегодня все Это была программа «Домашний зоопарк» И я, Елена Краснопеева И увидимся в следующую субботу в 10.30 на телеканале ТВКОМ До встречи! Субтитры подогнал «Симон»